Жарко не только людям, но и кошкам, собакам, хомякам. Несколько полезных советов тем, у кого дома нет кондиционера. Первое. Как охладить лежанку питомца? В аптеках продаются гелевые пакеты для перевозки препаратов, которые требуют дополнительного охлаждения. Можно эти гелевые пакеты использовать и повторно их замораживать, и снова использовать. Они достаточно хорошо держат прохладу. Второй совет. Следить за тем, сколько питомец пьет. Нам необходимо контролировать количество жидкости, которое потребляет животное. Среднее количество жидкости на кошку в сутки, в такую жару, 50-70 мл на 1 кг веса. У кошек, у собак совершенно по-разному. Зависит от породы, темперамента животного. Хотя бы этот минимум они должны убивать. Чтобы стимулировать питье, рекомендуется чаще менять воду в миске. Наливать свежий и прохладный несколько раз в день. Охладить хомяка и любого другого грызуна задача непростая. Смачивать ему голову холодной водой, как собаке, не выход. Так что же делать? Отсутствие прямых солнечных лучей на клетке, боксы. Это обеспечение определенных укрытий и вентиляция, если это возможно. Направление вентилятора в целом обеспечить животному прохладу каким-то другим способом не представляет возможно. По прогнозам, температура на улице в ближайшие дни будет немного снижаться. Но на следующей неделе столбик термометра вновь приблизится к 30 градусам. Оксана Мирошникова, Евгений Шевченко. Программа «События». Продолжение следует...